Золотая свадьба не каждому по зубам. Прожить полвека вместе, разделяя радости и горести, и при этом сохранить теплые человеческие отношения, способна не всякая пара. В нашем городе такая есть. А Салбеку Сибаев и Жексыгуль Кальменова познакомились еще в далеком 1962 году. Тогда им было чуть больше 20. Спустя 10 месяцев встреч пара решила пожениться. Свадьбы у нас не было, не то время тогда было. Мы просто расписались в ЗАГСе, нам вручили документы. На память о том дне осталась всего одна фотография. Сегодня Салбеку Сибаев и Жексыгуль Кальменова не только счастливые муж и жена. За 50 лет совместной жизни у пары появилось пятеро детей, 14 внуков и два правнука. Все они живут отдельно, но частенько приезжают в гости, признается глава семьи. А совсем недавно дети решили организовать родителям настоящую свадьбу. Нам дочка сказала, вы нам всем свадьбы сделали, а у самих свадьбы не было. Мы вам тоже организуем. Так и получилось. Недавно в ЗАГСе Алтентой отмечали, нам и свидетельство вручили. 50 лет семейной жизни пролетели в один миг, признаются юбиляры. Было всё – и радости, и горе, и проблемы, и трудности. Но они выстояли, продолжая любить. Никакого секрета нет. Важно любить и иметь терпение. Ведь в жизни бывает и хорошее, и плохое. Нужно терпеть. Мой муж работал. Я его месяцами не видела. Жила с его родителями. Ничего. Был период, когда мы квартиру снимали. Я тогда в декрете была. Муж один работал. Денег с трудом хватало. Но мы выстояли. Вместе боролись с проблемами. Как отмечают сотрудники ЗАГСа, таких пар в нашем городе немало. Только с начала года более 50 супругов отметили золотую свадьбу. По сравнению с прошлым годом, количество разводов уменьшилось на 290 пар. А число молодых, желающих вступить в брак, выросло на 515. Это очень радует. Особый пик свадеб у нас приходится на осень. В сентябре очень многие изъявили желание зарегистрироваться именно в День семьи. Нурсултан Абдуалиев и Зарифа Байтаева нового праздника ждать не стали. Свой брак они зарегистрировали несколькими днями ранее. Молодожены утверждают – главное не цифры и даты, а отношения друг к другу. Мы любим друг друга и к своему выбору подошли осознанно. Думали в День семьи брак зарегистрировать, но потом не стали. Главное ведь не дата, главное любить. К слову, отметить День семьи по-особому, а именно регистрации брака, в этом году решили более 80 пар. Ксения Полиница, Ербол Махашев, информационная служба, телекомпания «ОтРАР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова